девчонки вы давно уже просили чтобы я вам показала средства по уходу за волосами вот что я сейчас и буду делать значит так скажу так мою голову вообще очень разными шампунями просто такими как пантин праве глискур шварцкоп всякие да вот такое как бы меня нету какого-то определенного фаворита и также я пробовала и профессиональные и вот эти масс-маркетовские вот средства в принципе мне подходит типа вот такого глискура понтина это вот наверно более такой мои любимчики потому что но не могу я сказать что какие-то вот профессиональные вот у меня есть лореаль да вот так вот я все покажу что они намного лучше и что-то я увидела какой-то результат значит так сразу скажу за волосами как-то особо я не ухаживаю я не мою их каких-то отварах ромашек яйцами и кефирами и вот этим всем прочим ну не знаю я это не делаю и как-то я не жалуюсь на свой рост волос на свое состояние волос естественно меня они блондированные да и они более сухие поэтому их надо вот чем-то подпитывать чем на этом делаю маслами и принципе у меня кончики даже практически не секутся где-то там если посечется чуть-чуть да так в принципе волосы даже не секутся так что я не могу пожаловаться вот и предпочитаю даже вот обычные масс-маркетовские шампуни значит так еще расскажу всю предысторию а потом уже буду показывать продукты вот что еще я просто мою шампунью потом ополаскивать я через раз я чередую делаю или маску для волос обычную да вот которую покупали вместе которые шампунью идет в коробочках просто такие масочки или эти просто ополаскивать или для волос шпюринг называется по-немецки просто ополаскивать или бальзамы да еще называют вот на нашу держу минуты две-три и все смываю вот и после этого я просто наношу еще какой-то ну когда уже выхожу из душа уже просушиваю полотенцем волосы я никогда полотенцем вот так волосы не true я просто вот одеваю на голову полотенца минут пять держу полотенца впитывают лишнюю воду и все и потом я просто наношу или масло на волосы или его ты в основном это масло естественно в одну где-то на вот такую длину наверное водна сами корни не наношу ну вот так где-то вот полностью на всю длину и наношу масло и все расчесываю волосы мокрыми дая Я волосы расчесываю мокрыми, потому что если дождаться, пока они высохнут, это будет просто вырывание волос. Я не могу. Я расчесываю, потому что масло смягчает, очень хорошо расчесывается, и все, волосы мягкие, шелковистые, и все, больше я ничего не делаю. Никакие отвары, завары, никакие маски горчичные и все такое, все прочее. Я этого всего не делаю. Значит так, давайте перейдем теперь, что у меня есть в арсенале. На данный момент я постоянно меняю, постоянно. У меня нету одного любимого, фаворита и все. Я постоянно меняю. Даже если мне что-то нравится, я беру, может быть, этой же марки, но какие-то другие линейки. На данный момент, чем я мою голову, это вот такой шампунь от DAF. Она идет с какими-то здесь маслами. В принципе, прикольно. Я вообще люблю марку DAF. У меня и гель, то есть не гель, даже крем, да, крем для душа от DAF. У меня и лосьон для тела от DAF. В общем, мне DAF нравится. Вот я решила, у меня когда-то был шампунь от DAF, и я вот решила опять попробовать. В принципе, мне нравится. Вот такая шампунька идет, и вот такой же ополаскиватель идет. У них разные серии есть. Сейчас у меня вот такая типа золотистая какая-то, да, с каким-то маслечком. Вот, и да, у меня здесь для лишенных блеска волос и для сухих волос. Вот, в принципе, не надо для сухих, потому что волосы все-таки блондированные, пересушенные. Вот такое. Есть там еще линейки, точно вот так, ну, с маслами, там какая-то голубая, синяя. Вот хочу попробовать. Также вот с этой серии я взяла вот такую масочку. Прикольная такая масочка. Тоже, кстати, мне очень понравилась. У меня была маска от... Сейчас покажу вам. От Лореали профессионально, да, вот такая вот, про кератин. Вообще ничего не могу сказать. Вот за эту маску скажу, могу сказать, хорошая масочка, очень классно распределяется. Маска вот от этого была ужасная. Ну, не ужасная, она была как бы нормальная, но когда ее наносишь, она тяжело как бы именно распределялась по волоскам самим, да. Вот так она прям густая такая была, вот очень тяжело. И очень тяжело ее было потом промыть с волос. Это я ее вымывала, было... Вроде казалось, что я уже помыла, когда вышла волосы, начали подсыхать. Я прям чувствовала, что на волосах еще маска осталась. Очень тяжело было. Эта масочка, она тоже густая, очень приятно пахнет. Очень классный запах. Нет, даже волосики мои остались. Вот, вот такая, да. Я ее уже немножко заканчиваю, но здесь, не знаю, на раза два-три мне еще ее хватит. Очень классный аромат. И мне что понравилось, она очень классно распределяется. Вы прям берете вот так в ладошку, когда начинаете намазывать на влажные волосы, вот она прям вот как будто между каждым волоском распределяется. Очень понравилось, классная масочка. И я думаю, у меня сейчас уже потихоньку все заканчивается. Еще два-три раза мне помыть голову и все. Я возьму там то ли голубенькую, то ли вот что-нибудь издав, опять же возьму. Хочу. Нравится мне эта фирма, очень-очень. Так, дальше. Также у меня здесь осталась шампунька. Ополаскиватель закончился. Кстати, девчонка, у вас так же заканчивается раньше ополаскиватель, чем шампунь. Вот у меня вот всегда шампунь еще остается, а поласкивателя уже никакого нет. Вот, от Глискур. Вот, в принципе, нормально, скажем так, нормально, ничего такого. Шампунь как шампунь, шампунь особо ничего не делает. Я всегда обращаю больше внимания даже не на шампунь. Хотя есть шампуни, которые моешь голову, волосы более такие мягкие. А есть, которые прям, вот помыл голову, начинаешь промывать этот шампунь, они такие жесткие, прям вообще ужасно. Как будто там вот этим хозяйственным мылом помыл, да. Вот, а это вот нормально, в принципе. И ополаскиватель был тоже неплохой. В принципе, то же самое, как и пантин я беру, вот, все вот этого рода, да. Ничего такого, вау, сказать не могу. Шампунь как шампунь. Дальше вот, осталось, я не могу еще никогда бить. Вот это профессиональное, вот, прокератин. Не могу посоветовать. Обычный шампунь. Ничего не увидела прям сногсшибательно, чтобы у меня волосы как-то там поменялись, засветились или еще что-то. Абсолютно, абсолютно ничего. Также у меня маска была и был ополаскиватель. Тоже ничего сверхъестественного сказать не могу. А и было еще пару ампулов, знаете, брала. Больше брать не буду. Не советую даже никому и больше брать не буду. Так, дальше все. Попадала. Все, вот это, девчонки, все мои шампуни и ополаскиватели. Как я и говорила, у меня нету ничего такого прям ого-го, прям таких коллекций, наборов. И да, забыла совсем сказать, так как у меня волосы светлые, да, блонд, и мне нужно пользоваться такими шампуньками, которые убирают желтизну с волос. Поэтому я пользуюсь фиолетовой шампунью. До этого у меня была, закончилась от L'Oreal, профессиональной, такая фиолетовая она была. Вот, и вот сейчас, как раз мне сегодня пришла посылочка, я заказала попробовать вот эту фирму. Тоже написано, что профессионально, в принципе, очень даже недорогая. Но бутылочки здесь вот по 150 миллилитров, как бы такие не очень-то большие. Ну, не знаю, я мою где-то раз в неделю такими шампуньками, потому что они пересушивают волосы. Поэтому я, как бы, мне хватит надолго, я надеюсь. Это у меня шампунь и бальзамополаскиватель. Так что вот такими фиолетовыми я пользуюсь. Дальше идем за уходом. Что у нас еще здесь? Значит, у меня еще осталась вот такая водичка от L'Oreal. Вот, такая, видно? Вот, такая водичка с маслом. Тоже наносила ее на волосики, пока не купила масло еще. Ну, что-то оно у меня стоит. Ну, надо закончить. Хорошо волосы после нее расчесываются. Волосы такие более, скажу, неплохие. Не знаю, если хотите, можете брать. Очень классный запах, очень понравился. Ничего плохого сказать не могу, ничего и вау не могу сказать. Ну, не знаю, водичка, как водичка с таким маслом. Попшикал после того, как помыл, расчесал и все. Больше дает, наверное, какой-то такой приятный запах волосам, чем какой-то эффект. Дальше у меня от DAF. Также я взяла попробовать вот такой спрей. Он как будто отдает объем, говорят. Его надо брызгать у корней. Потом волосы вот так как бы распределяешь. Не знаю, не могу сказать, что прям суперобъем. У меня, говорю, всегда проблема с объемом. И чем, что бы я ни делала, объема особо не появляется. Вот. Поэтому пробовала, пшикала. Мне бы что, а еще и как бы увлажняет, да. Пробовала, пшикала, ничего. Не могу сказать, волосы не жирнятся после него. В принципе, неплохая штучка. Такая просто, мне кажется, знаешь, так, побаловаться. Ничего больше. Так, дальше что, 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 что у меня такое. Я покажу сейчас, что у меня залежалось просто. Я его не пользую. Надо пользоваться надо, жалко выкидывать. Вот такая от Невея у меня тоже есть. Штыкенция. Штучка, штукенция, штука. Мое слово паразит. Вот. Это такой кремчик, который намазывается на волосы. И, как обещают производители, эффект выпрямленных волос, как будто утюжком. И здесь вот такой даже значок, что перечеркнут утюжок, что даже утюжок не понадобится. Я не знаю. Не могу сказать, что бы утюжок там прям не понадобится или что-то такое. Мне ничего не делала. Мне все-таки утюжок надо было. Вот. Ну, докончить надо, но не знаю куда. В общем, пусть пока лежит. Так, дальше. Вот такая тоже у меня от Глискур. Вот такая сыворотка, наверное, да, или что это? Ну, такая, да, жидкость. Вот, которую брызгаешь на волосы, она как бы придает, как обещают, как блеск волосам. Смывать не надо, да, это после того, как волосы помыл. В принципе, волосы расчесываются хорошо после нее. И, я не знаю, на моих волосах ничего не сверкает. Вот. Может быть, для других волос, может быть, для брюнеток подойдет бы, или у кого темные волосы, да. Ну, в принципе, тоже побаловаться просто, чтобы хоть какой-то уход был за волосами. Можно пользоваться, почему бы и нет. Я видела, у них какие-то розовые там еще штучки есть такой. Ну, посмотрим. Надо мне эту закончить. Куплю я еще или не куплю. И дальше полная банка стоит. Девчонки, скажите, что с ней делать? Как-то я покупала, потому что здесь было написано, когда я задавала это в дублосе, я покупала, чтобы объем был волосам, все такое. Вот такое средство, которое просто скрепляет волосы, наверное, таким цементом. Вот. Ну, мне кажется, это моим волосам это все не подходит. Я не знаю, мне надо, наверное, кому-то подарить. Мне кажется, это, наверное, должны... Это типа, знаете, типа геля, которым зачесывают волосы, чтобы он держался. Мне кажется, для этого надо. Потому что, ну, знаете, когда у мужчин там волосы такие, короткие, более, да, не такие, как у меня. И когда они их зачесывают там как-то назад, чтобы они там держались. Ну, типа геля или вот муса какого-то вот такого. Ну, это просто, не знаю, зачем я ее купила. Купила, вот она у меня лежит. И пробовала ее типа объем делать, аж у корней наносить. Но там вот так все склеивалось, что это был просто ужас. Не пользуюсь абсолютно. Дальше пенка для волос. Просто, я думаю, покажу вам обычная пенка. Также, не знаю, показываю лак для волос. Это чтобы просто укладочку делать. Все знают, для чего это надо. Вот, припады. Термозащита у меня вот такая от понтин. Дальше сухой шампунь. Очень классная вещь для таких случаев, которые вот... Вот срочно надо что-то сделать на голове, какой-то порядок, да, когда голова грязная. Знаете, бывает такое, когда вот думаешь, вот вечером помою голову. Сейчас вот, нет, сейчас мыть не буду, помою голову вечером. А сейчас у тебя грязная голова, ну, жирная как бы, да, голова, а надо куда-то выйти. И это просто спасение. Это просто скорая помощь. Потому что я часто вот, когда надо за детьми быстренько пойти, а перенесла мойку головы на вечер, очень классно, просто быстренько попшикал, себе так фу-фу-фу сделал, и все, волосы как будто только помыты. Но помыты внешне. А именно ощущение такое, честно, неприятно. Вот именно я его использую, я не ношу там несколько дней, этот шампунь, ну, эту пудру, да, на голове. А именно для того, чтобы вот сейчас попользоваться, а вечером голову помыть. Вот для этого. Дальше. Мой любимчик на данный момент. Вот это вот масло для волос от Керастаз. Пользуюсь сейчас просто постоянно. Помою голову, просушила полотенцем, и все. Нанесла, расчесала, все. Волосы реально очень классные, когда они высыхают. Волосы очень шелковистые, просто вот так пальцы между волос проходят. Очень классно, мне нравится вообще. Масла это супер вещь для волос, вообще классно-классно. Волосы вообще не сухие, не супер. Советую просто масла, девчонки, используйте. Очень классные масла также есть, я брала от L'Oreal Magic Oil. Тоже советую, очень классно у меня был когда-то. Потом Moroccan Oil, думаю, это все знают, тоже у меня был. Такой пробничек, его мне хватило очень надолго, очень нравится. Но сейчас керастазом пользуюсь, тоже нравится. Все, девчонки, это все средства, которыми я пользуюсь, которыми ухаживаю за волосами, так сказать. Хотя я не скажу, что это я ухаживаю за ними. Вот, и покажу, наверное, вам такие гаджеты, чем я укладываю волосы, сушу, да, и то, что у меня есть. Вот, также у меня много ничего такого нету. Ну, в общем, вот такая плойечка моя любимая от... Что за фирма? Не, я думала, это Silvercrest, это не Silvercrest, это... Не знаю, я вам так покажу, а вы сами прочитайте. Надеюсь, вам видно. Вот, вот такая плойечка. Не знаю, какой у нее диаметр. Вот такая она как бы средняя, да, я бы не сказала, что она сильно толстая, но она и не тонкая. Вот так показывают. Вот, дальше. Очень старая вещь у меня. Очень-очень, знаете, чтобы делать вот это... Вот такие волны на волосах, да, прижимать. Ну, я думаю, вы понимаете, вот что я имею в виду. Очень старая, привезенная еще с Украины, но рабочая до сих пор. Здесь меняются вот эти насадки, чтобы выравнивать волосы и чтобы вот делать вот это графирование, да, или как она называется, правильно. Вот. И... Ой, фирма Bomman. Да, какая-то фирма Bomman. Работает до сих пор, но я ей, естественно, очень-очень редко делаю. Кстати, очень классно ей делать объем вот здесь. А дальше вот такая у меня от Babyliss, этот, как он называется, утюжок. Очень простой, без дисплеев, без чего там либо. Вот. Просто включаешь, накручиваешь какую-то там температуру выше-ниже, и все. Вот такой у меня утюжок. Пользуюсь очень редко, очень редко. И вот такой у меня от Babyliss тоже, я люблю эту фирму. Фен, который с такой щеткой, думаю, уже многим известный. Очень классный. Я не знаю, я просто от него балдею. Это вот то, что мне надо. Просто если у меня он сломается, не дай бог, я его опять куплю. Чем он классный? Тем, что когда вы включаете на горячий воздух, когда слушаете волосы, эта щетка крутится. Вот здесь вот такие две кнопочки. И нажимаете, когда оно сушит, да, и крутите в ту сторону, которую вам надо. То есть вы берете, вам не надо, знаете, как брать в одну руку фен, в другую руку там расческу, и как-то вот это все вытягивать двумя руками. А так просто взяли, и вот так крутите вот эту, вот это включаете, она крутится сама по себе, и вы просто вытягиваете. Очень классно вообще, и объем хорошо делать ею, хоть у меня он не быстро падает. Вот, ну вообще, классно, девчонки, советую. Это Babyliss Brushing 1000, как бы, да? По-моему, так. Если кому интересно, можете поискать. Вот, очень-очень классный фен. И все. И больше у меня ничего нету. Расчесываю себя обычными вот такими расческами массажными. Вот. Все, девчонки, больше я ничем не ухаживаю за волосами. Вот это все мои средства. И то самое, я скажу, чем я пользуюсь, да? Вот. Ну, эти шампуни я, естественно, сейчас домываю. Надо домывать их. Но чем я пользуюсь, скажем так, каждый день? Чтобы вы понимаете. Я не пользуюсь вот этим всем. Вот это. Шампунь, ополаскиватель, маска и масло для волос. Все, вот это все, чем я пользуюсь. И сушу волосы крайне редко. Плойкой пользуюсь крайне редко. Утюжком вообще очень-очень редко. Так что, девчонки, спасибо за внимание. Будьте красивы. Следите за собой. Ухаживайте за собой. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok